Пару лет назад я познакомился с девушкой, которая на данный момент моя жена. Зовут ее? Зовут ее Анастасия. Анастасия. Также у нее было уже двое детей, один старший Леша и солнечный малыш Дима, которому было на тот момент получается пять. Вот, и мы стали общаться, друг другу понравились, влюбились. Соответственно, дети, если ты нормальный мужчина, дети никоим образом не влияют абсолютно. Ну, это сейчас хорошая сноска была, очень правильная. Да, ну, потому что так и есть, потому что, ну, если ты любишь, на самом деле тебя не отпугнет ничего. Вот, и был такой забавный момент, она все думала, как мне преподнести, чтобы я не ушел. И потом она в конце, когда уже дошло до разговора, где-то через несколько месяцев. Вот, она мне ребенка не показывала, и вот, начала показывать и объяснять мне, что, мол, я пойму, если ты уйдешь, если ты боишься такой ответственности. А самое забавное было в том, что через пару дней знакомства я уже увидел в соцсетях, потому что она как бы не прятала. И все ждал, когда же она мне расскажет, и потом долго троллил эту тему, в том плане, что я-то уже давно видел, она мне не знала, как преподнести. А, то есть ты был уже подготовлен, да? Я уже был в курсе, да. Она потом, когда я ей сказал, что я давно знаю, у нее расширились глаза, говорит, какого фига, типа. Да ты молчала. Вот, и я, наверное, ты что надо мной издевался столько времени? Ну, на самом деле, все классно, и потом мы подружились с ребенком, он тоже называет меня папой, и это для меня дикий восторг. У сына Димы синдром Дауна. Да, у него лишняя хромосома, но его повсеместно хвалят, и в садике хвалили и в школе, в том плане, что, благо, у нас нет никаких больших проблем со здоровьем, и в плане социума он очень развит, он и в садике помогал детям, и в школе старается ухаживать за кем-то, ходить, помогать, то есть очень добрый, искренний ребенок, и это классно, классно за этим наблюдать, как ребенок развивается. Анастасия рассказывала об этом моменте в жизни, когда она сама впервые об этом узнала, и как она принимала решение вообще идти с этой историей дальше? Она говорила тебе, какие она эмоции в этот момент испытывала? Ну, в первую очередь, я думаю, как, наверное, любая мама, она не знала, что делать, растерялась, потому что в период беременности она сказала, что ей ничего не сказали абсолютно. А, то есть не было никаких показаний? Да, то есть, ну, были все процедуры необходимые, но не было никаких отклонений зафиксировано. Поэтому, когда ребенок родился, мне, говорит, просто его принесли, сказали, что вот все так есть, как есть, и все, я осталась с этим наедине. Живите с этим. Да. Ну, соответственно, врач-педиатр, что меня поразило, педиатр говорил, что это не будет человек, это будет овощ, вам нужно от него избавиться. Отличная позиция медицинского работника. Да, да, это просто у меня убило вообще на повал. Ну, и, соответственно, я в этом тоже убедился, потому что для меня это вообще была целая вселенная, для которой меня Дима открыл. Я увидел, что дети, они, в принципе, любые дети, неважно, с какими болезнями, такой ребенок или не такой. Это просто, ну, все дети разные, как и все люди разные. Если ребенку дарит тепло, любовь, заботу, он, соответственно, вырастет таким же нормальным человеком, как и все другие. Поэтому это абсолютно неважно, какие есть недостатки, или, может быть, это даже и плюсы в какой-то степени. Поэтому все вот так. Ну, вот у нас сила любви как работает. Причем это самая сила любви. Смотри, как здорово вас ведет. Ты же сам написал песню, посвященную Диме. Да, да, у нас появилась такая идея. Но это получилось не сразу, потому что я, наверное, как музыкант, ну, нужно было быть готовым в определенный момент. И я сказал, да, что я обязательно сделаю, потому что это будет очень жизненно и очень правильно. И мне кажется, что это, ну, со всех сторон в меня летят комментарии, что это лучшая твоя песня. В принципе, я с этим согласен. Ну, так это же еще и поддержка, наверняка, всем родителям, которые столкнулись вот с такой же историей. Это же здорово. Есть клип на канале YouTube, правильно? Да, на канале Солнечный Дима, который называется на YouTube. Есть клип. Опять же, он при поддержке родителей, потому что мы делали акцию, я записывал видео. Говорят о том, что если у вас есть такие же детки, если вы хотите поделиться со всем миром, то скидывайте нам, мы обязательно их используем. И, в принципе, да, порядка 10-15, наверное, роликов нам прислали, и мы вставили их в клип, и получилось очень здорово. Можно, давайте немножко послушаем, да, что это за песня? Давайте. Он не знает совсем, что такое грех. Хочу сказать специально для папы-мам. Не губите вы жизни новые. Не оставляйте деток по детдомам, чтобы они вас никогда не вспомнили. Будет день, когда ваше солнышко подрастет и поймет, глядя на тебя, что твои глаза — это вселенная, и в его глазах только любовь твоя. В стороне все оставьте злобное. И цените ваш прожитый каждый миг. Это ваша жизнь, а не для других. Это ваши дети. Берегите их. О силе любви. Сильнее... Сильнее есть что-то на этом свете? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Сегодня мы говорим с Александром Балахонцевым, новосибирским музыкантом. Рэпер, да, Саш? Я не ошибаюсь, если так скажу. Да, да, хип-хоп. Хип-хоп, да. Саша принес песню, посвященную сыне Диме, напомним, у сына синдром Дауна, но это не остановило ни Анастасию, маму, ни Сашу, ни в тот момент, когда он понимал и думал о том, идти ли дальше с Настей вместе. Им оказалось по пути. И мне кажется, конечно же, это результат того, каким человеком конкретно является Александр, и, конечно, Анастасия. Не каждый сделает такой выбор, Саш. Я абсолютно полностью это поддерживаю. У меня в связи с этим возник вопрос. Вообще можно немного рассказать об истории создания этой песни? Да, да. Вот я как раз поэтому и сказал, что мне нужно было время, чтобы подготовиться в том плане, чтобы я больше понимал вообще ситуацию, больше вник в это все. У меня, конечно, желание как у музыканта возникло прямо в первый день сделать песню, когда я увидел, потому что, ну, все-таки вдохновляет все, что происходит вокруг, и самые интересные вещи. Вот. Потом, соответственно, пообщавшись с Димой, увидев, какой он, почитав много-много литературы... Какой он замечательный, в первую очередь. Он очень отличается от обычных детей, в принципе, солнечные дети отличаются тем, что они, на самом деле, искренние, светлые. То есть, вот у меня два племянника такого же возраста, и они такие хитрюги, это просто... А у него нет ничего такого, то есть, ну, прям открытая книга, он может помочь, может... То есть, если охарактеризовать в двух словах, это не тот, кто просит, а тот, кто помогает, скажем так. Вот. И это все шаг за шагом складывалось в слова, в стихи, где-то редактировалось. И, ну, в принципе, у меня текст изначальной постобработки почти не требует, потому что у меня, ну, как есть, так и есть, и там немножко дорабатывается, и все делается. Ну, и хорошо. Ну, а музыку... Музыку я просто у кого-то купил, мне очень понравилось. У меня получается так, что я слышу музыку и понимаю, ляжет ли стих или нет прям сразу. Чуть-чуть послушали, да, пусть не целиком трек, но совершенно замечательно посвященный сыну, он прозвучал несколько минут назад в эфире. И этот трек не только, например, подарен Диме, да, не только подарен родителям, у детей которых синдром Дауна, но он же еще какую-то фантастическую роль совершенно играет в жизни других людей. Саш, расскажите реальную историю. Да, да, да. В первую очередь я считаю, что мы очень правильно этим занимаемся. И это одно из самых, наверное, важных вещей в моей жизни, так как начали появляться родители, которые нам писали, говоря, спасибо, что вы это делаете. У нас были там дурные мысли либо прерывать беременность, либо уже родился ребенок, отдать его в детдом. И мы, глядя на вас, передумали, глядя на нас, глядя еще на кого-то, кто делает подобные вещи. И я считаю, ну, это безумие. То есть это спасти жизнь человека. Это так и есть. Да, это очень классно. Это порой до слез. И это на самом деле чудеса. То есть, когда ты помогаешь таким образом, ты чувствуешь себя невероятно комфортно. Это новогоднее чудо, пусть так будет, которое длится, в принципе, весь год. И это классно. Что ты испытывал в тот момент, когда писали Насте, твоей жене, вот такие истории, когда ты сам лично их слышал? Какие эмоции у тебя были в душе? Какая-то неподдельная доброта, что ли. С одной стороны, это огромный груз ответственности. Но когда тебе пишут миллион негативных комментариев, и пишет один человек, который тебя хвалит, и это убирает все эти миллионы. Но тяжело, на самом деле, воспринимать. Я представляю, какие есть комментаторы, которые считают нужным обязательно высказать свою позицию. У нас сейчас у каждого есть своя точка зрения. Да, так и есть. Свободного интернета. Но я давно, так как я занимаюсь музыкой, сколько себя помню, я давно уже абстрагировался от этого, и поэтому я абсолютно не обращаю никакого внимания. Саш, возможно, есть какие-то уже планы на будущее, именно связанные с творчеством, ну и с этой структурой? Да, с творчеством, да, конечно, в любом случае, и продолжать музыкальную карьеру, и ни в коем случае не прекращать вести наш своего рода видеодневник, потому что, когда есть реально отзывы, у нас не миллионный канал, у нас на данный момент 406 подписчиков. Пока. Да, пока. И это уже дало много и нам, и людям, которые нам смотрят с разных уголков страны, и света, и это очень здорово. Поэтому будем продолжать идти своим путем, и только вперед, ни шагу назад.